В США назвали риски в случае крупного наступления ВСУ. У Киева нет резервов живой силы и техники, чтобы начать крупное наступление, а если они это сделают, это может превратиться в очередную мясорубку. В то же время промедление даст Кремлю время восстановить силы. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на интервью бывшего чиновника Министерства обороны США, старшего научного сотрудника КНАС Криса Дагерти изданию «Радио Заттык». Это конфликт огромного масштаба во второй по величине стране Европы и, я думаю, что Киеву, РЭД. Будет трудно удерживать позиции на всех действующих фронтах на севере, востоке и юге, в то же время собирая достаточно сил для начала наступления. Так что со стороны НАТО звучит призыв подождать, возможно, до весны 2023 года, когда Украина действительно сможет накопить достаточно сил, сказал он. Но по мнению Дагерти, проблема в том, что время работает на обе стороны. И к 2023 году Россия также сможет восстановить часть своей наступательной или оборонительной мощи. «Еще у украинцев есть опасения, и небезосновательные, что уровень их поддержки к тому времени может ослабнуть, поэтому они чувствуют, что нужно начинать действовать как можно скорее», — добавил он. Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам «Большой семерки», что хочет, чтобы полномасштабная война России против Украины завершилась к концу года. До наступления зимы. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина до сих пор не переходит в контрнаступление в войне против России, поскольку не имеет достаточно военной техники и бойцов. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.